всем привет рада видеть вас на канале колыбель искусства с вами как всегда мирослава вначале я хочу сказать вам важную информацию связи с тем что youtube может быть заблокирована возможности выкладывать видео уроки не будет мы ниже под видео оставим ссылочки на каналы где мы будем выкладывать где мы будем работать на этих каналах на этих платформах поэтому будьте внимательны переходите в описании и вы найдете канал или платформу точнее которая будет вам ближе который будет вам удобнее пользоваться перейти подписаться и точно также просматривать наши видео уроки не теряйтесь я всегда рада вам так ну и дальше непосредственно к сегодняшнему видео уроку мы будем делать шкатулку или короба называть как угодно он у меня не новый здесь было кондитерское изделие но короб добротный красивой формы я его переделаю сегодня я выбрала для работы стиль африканский стиль очень интересный и я надеюсь вам так же как и мне будет интересно чего мы добьемся и что у нас в результате получится итак африканский стиль это безусловно использование всех натуральных материалов дерево фарфор металл потом камни краски которые используются используются в основном красный желтый оранжевый оттенки песка такие насыщенные теплые краски что мы сегодня чем мы будем работать это будут структурные пасты и акриловые краски поталь в общем полное описание как всегда ниже под видео пожалуйста переходите ознакомьтесь и используйте с удовольствием своих работах первый этап как всегда мы наносим грунт но здесь еще я буду помимо грунта наносить структурную пасту почему у меня выделенные надписи они мне не нужны я немного структурная паста их закрою чтобы они не проявились у меня на картинке они мне совершенно не нужны совсем жидкой не густой просто немного закрыть скрыть эти надписи приступаем кисточка влажная помните да обязательно увлажняйте не забывайте об этом первый этап работы завершила значит что я сделала я покрыла грунтом я с помощью структурной пастой скрыла выпуклые элементы ненужные мне прям пальцем хорошенько их размазывала структурная паста в этих случаях очень легко с этим справляется поэтому шпатлевку вам совершенно не нужно приобретать дополнительно хорошо просушила поверхность после все зашкурила мелкозернистой наждачной бумагой на поролоновой основе если вам надо более подробно все это увидеть вернитесь в предыдущем видео посмотрите там все в подробностях снято описано эти этапы мы будем повторять постоянно поэтому я не буду уделять им слишком много времени и каждый раз снимать потому что они одинаково ничем не отличается ничего нового в этом нет так все подготовлено гладкая приятная можно дальше работать поверхность что мы делаем дальше боковинки первую очередь боковинки с помощью трафарета нанесу структурную пасту под кожу рептилий потому что опять-таки вспоминаем африка рептилии дикие животные это все сюда очень хорошо вписывается значит вот такой трафарет у меня есть я буду его наклею и с помощью структурной пасты нанесу рисунок так есть такой момент и паста такой рисунок получается и сейчас я все-таки с другой стороны пусть подсохнет нанесу с другой стороны там подсохнет за это время и добавлю остаток и так нанесли весь объемный рисунок точнее на все боковинки шкатулки объемный рисунок вот такой симпатичный получился сейчас мы должны дать ему спокойно высохнуть хорошо не будем терять время одно другому не мешает пока будет сохнуть этот рисунок мы наклеим декупажную карту на крышку снаружи и внутри клеим декупажную карту все как всегда наносим клей на поверхность увлажняем прикладываем приглаживаем приклеиваем поехали так 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 После того, как вы убрали весь воздух и лишний клей под картой, сверху наносим еще один слой декупажного клея. Немного придавливайте, не бойтесь. Так, здесь готово, высохнет и теперь на поверхности все то же самое. Так, лишнюю бумагу убираем с помощью наждачной бумаги. Все, картинки хорошо приклеили, сейчас мы должны их высушить. Сейчас мы защитим рисунки первым слоем лака. Все, оставляем до полного высыхания. Поверхность хорошо высохла, сейчас поработаем трафаретом и снова структурной пастой. Сначала буду работать в середине, выкладываю трафарет. Прекрасно. И сейчас снаружи, на верхней части крышки, тоже поработаем с трафаретом. Прекрасно. Продолжение следует... Рисунок структурной пастой с помощью трафарета я нанесла. Все мне нравится. Сейчас оставляю до полного высыхания. Паста на поверхности достаточно хорошо высохла, совершенно сухая точнее. И сейчас я пройдусь все объемные элементы наждачной, мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы убрать какие-то шероховатости и поверхность стала более-менее ровной и была готова к дальнейшим работам. Сильно давить не нужно, просто легонечко сверху пройдитесь и зачистите неровно. Вся поверхность зашкурена, пыль я убрала. И сейчас мы будем покрывать краской. Боковинки, частично рисунок... Почему частично? Мы будем весь рисунок покрывать, но не плотно. Где-то плотнее, где-то слегка на крышке, снаружи и внутри. Приступаем. Взяла коричневую акриловую краску для первого слоя. В нее уже добавлен перламутр. Она такая полупрозрачная, не очень плотная. И красивый глянец создает на поверхности. И я решила поработать именно этой краской. Так, боковинки в середине шкатулки я буду покрывать красным с золотом. Смешаю красный, цвет и золотой. Посмотрю, что у меня получится. Чего больше, чего меньше буду добавлять. Сейчас по ходу работы буду смотреть. Краска подсохла, хорошо высохла. И сейчас я буду наносить второй слой красный на боковинки в первую очередь. По принципу патинирования. То есть наносим и вытираем. Сейчас вы видите, как я это буду делать. Краска не должна быть густой. Поэтому как можно лучше ее разведите. Она не должна быть жидкой, прямо течь. Но такая достаточно, достаточно не густая. Какой-то участок нанесли влажной. Влажной тканью вытерли. Ну и сверху делаем то же самое. И сейчас пройдемся сухой кистью. Коричневая еще сверху немного. Также поступаем с боковинками. Так, вверх шкатулки. Все. Сейчас я протру металлические элементы от краски. И перейду на внутреннюю часть. Сейчас покроем второй раз краской внутренние боковинки шкатулки. Кисточка влажная. Аккуратно. Аккуратно. Так. Все. Отставляем до полного высыхания. А тем временем покроем всю внешнюю сторону шкатулки лаком. Оставляем полностью высохнуть. Лак полностью высох. И сейчас мы украсим шкатулку трансферной поталью. Для этого я буду наносить клей-скотч на орнамент. Не полностью, а вот где-то частично. Вы опять-таки возвращаемся. По своему усмотрению. По желанию. По вкусу. Здесь никаких нет ограничений и правил. Хотите, полностью закройте рисунок. И украсть таким образом. Хотите, частично выделяйте. Это уже вы сами лично для себя принимаете решение. Мы не только украшаем, да, благодаря этому. Но и выделяем. То есть орнамент на поверхности будет более ярким. Он выделится, как бы вытянет его. Этот блестящий эффект потали. Приступаем. Клей-скотч. Кисточкой. Вот я. Где-то я вводу. Так. Принцип работы так же, как и с обычной поталию. Смотрите. Лак стал прозрачным. Клей-точнее скотч стал прозрачным на поверхности. Липнет, да, все это дело. Значит, можно приступать к работе. Здесь все очень просто. Прикладывайте. Ее прямо хорошо надо придавить. И резко оторвать. Видите? Она прямо еле-еле создает эффект такой переливающийся, красивый. То, что надо. То, чего я и добивалась. Снова. Хотите более насыщенный? Значит, наносим больше клея. Более интенсивно вбиваем, да, середину. Получаем более насыщенный, равномерный эффект. Отметьте, что блестящей стороной вверх должен быть не вниз, а наверх. А матовая вниз клеится к скотчу непосредственно. А матовая вниз клея. Так, по талию покрыли все. Пусть она выстаивается, все между собой подружится. Тем временем мы сейчас можем украсить нож катулки. Для этого я буду использовать искусственную кожу. Клей ПВА строительный. Совершенно спокойно он работает с искусственными такими материалами, тканями, кожей. Итак, мы наносим на дно клей. Старайтесь наносить не очень близко к краям. Потому что, чтобы он придавливать, он будет пачкать. Хотя он высохнет, его не будет видно, но все-таки лучше не пачкать. Так, прямо не стесняясь, жирненько его наносим. Я уже вырезала нужный размер. И сейчас... На некоторое время надо будет оставить, чтобы он сработал хорошо. Это все-таки не момент. ПВА дольше. Работает в этом смысле цепкости. Но если у вас есть момент под рукой, ель момент, пожалуйста, совершенно спокойно можно пользоваться. Не очень рекомендую пользоваться горячим пистолетом в этих случаях. Но вы уже смотрите сами. Можно положить сверху какую-то тяжелую книгу. Пусть он так постоит какое-то время, чтобы хорошо все схватилось. С этим все. Значит, сейчас поработаем жидкой по талию. Жидкой по талию что мы будем делать? Выделять вот эти места на шкатулке. Выделять будем металлические все детали. И где-то в уголочках немножко затемним. Такую уголочки проработаем. Так, лаковую по талию я использую. После нанесения по талии жидкой на уголочке я пройдусь немножко патиной или битумом, что у вас есть. Немножко затемню уголки, края. Подошла к завершению работа над шкатулкой. В африканском стиле. Как видите, с помощью трафаретов, объемных структурных паст, работой с красками. Можно из обычной фанерной коробки сделать очень оригинальную, необычную шкатулку. Которая украсит любой интерьер или будет прекрасным подарком. Поэтому фантазируйте, применяйте разные материалы. Не бойтесь, все обязательно у вас получится. Значит так, я нанесла патину, битум, неважно, на уголочке, затемнила. И трансферная поталь, еще такая, скажем, живая, скажем так, да. Все должны оставить хотя бы на сутки, чтобы все подружилось, все схватилось, все впиталось. И после этого еще несколько раз, ну как минимум, если у вас лак тонкий, неплотный, как минимум в тонком случае раз в четыре покрыть надо лаком. Полностью всю, снаружи и внутри. Если плотный, можно и достаточно нескольких раз. Это вы уже смотрите по своему усмотрению, насколько вы хотите добиться зеркальной ровной поверхности. Как-то так. Значит, вот боковинки, хотела вам показать, какие получились. Да, очень красивые, на мой взгляд, и вкус необычные. Такая боковиночка. Все красиво мерцает, переливается. Достойно, дорого я даже сказала бы, выглядит. И серединка. Необычная. Ну вот и все на сегодня. Дорогие рукодельницы, творческие феи. Напоминаю, чтобы не пропустить интересный видеоурок, мастер-класс. Подписывайтесь на канал Колыбель Искусства. Оставляйте свои комментарии, лайки. Это помогает развиваться каналу и, собственно, мне как мастеру. Впереди вас ждет еще много-много всего. Давайте творить вместе. И до новых встреч.